И окно открыто, а там-то душно. Вот, доченька, прочитай вот здесь, что там у меня написано. Привы на фронтармонку на 4-й порту. Купаем, там-ли. Касинка 1-го, 3-й порту. Четырю пробили. Захар Ч. Отвечай. Вот, подушку попали. Вот. 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 Северо-западный фронт. Одиннадцатая армия. Северо-западный фронт, одиннадцатая армия. Северо-западный фронт. Одиннадцатая армия. Ну да, здесь. Одиннадцатая армия. В каких родах ворск, то есть, служили? Ворск, специальность какая? Это значит, к нам приехал госпиталь, и мы при фронтовой. То есть вы были при фронтовой госпиталь? Да, госпиталь при фронтовой. Инфекционный ИГ-860. При фронтовой госпиталь. Там вот, чтобы писать-то лучше было. Хорошо, все это хорошо. ИГ-650. Инфекционный госпиталь 860. Воинское звание, а должность какой-нибудь? При фронтовой написано. Скажите, воинское звание или должность вы имеете какую-нибудь? Вот. Ну, что мне еще было 16 лет. То есть, а сейчас то имеете? Вот. Значит, взяли меня, спрашивают года, я говорю, ой, года спрашивают, сколько же мне говорить-то? Надо и не возьму, что мне 16 лет. А с кем вы живете? Я говорю, пап на фронте, два брата на фронте. А он летает, стреляет, бомбит, а мы по ямкам, по лесам, по кустам, прятаемся. Я говорю, что я не смогу перевязку сделать, не смогу помочь. И я хочу, я говорю, в армию. А майор не как бы у начальника говорит. А с кем ты живешь? Я говорю, мама. Завтра приди с мамой. Я говорю, мама скажу, что у меня 18 лет, а то не возьмут. То есть вы работали в госпитале, да? В госпитале. Указывали первую помощь раненым больным. Перевантовой госпиталь. Это был. Мы всем нам и давали значки эти, отлично, санитарной службы. Ну вот. Теперь, значит, и взял он меня. Ладно, говорит, возьму, говорит, и взял. Ну вот. Ну что ж. Скажите, можно? Вон сойдет, и мы за фронтом. Вдруг мы едем поездом. Он налет на нас сделал. Господи, стреляет, бомбит. Раненые и больные в вагонах. А вагоны-то какие? Как сейчас, господи, телятники. Не для человека, а для скотины. Они там лежат все. А мы-то выбежали. А как линия, и такие эти вражки. И мы в эти вражки повалились. Ага, лечит здесь. Сюда стрелять будет. Мы сюда. Ой, лечит здесь. Сюда стрелять будет. Мы сюда. И так мы целы остались. А старший лейтенант пришел узнавать, когда мы будем ехать. Он глядел, где паровоз. В паровоз как глохнул бомбу. И на этого старшего лейтенанта отсколки. И все. Голова отлетела, животик отлетел. И все. Старший лейтенант Антонович. Вот у меня есть записи. Да. Скажите, а можно? Как там, что хоронили, не знаю. Думаю, что ж я буду делать. А пришел это легко дорога. Я такая была. Бедовая, видно. Побежал на эту дорогу. Идет бортовая машина. Один шофер едет. Я говорю, вы знаете что? Я сейчас узнаю, куда мне раненых больных везти. Вы отвезете меня? Отвезу. Согласился шофер. Я подъезжаю с машиной. Подхожу к начальнику этому поезда. И говорю, вы, я говорю, скажите, куда ехать, куда мне везти раненых больных? Деревня Зоузерья. Я говорю, я вот машину нашла. Сейчас погружу всех своих раненых больных и поеду. Он, ладно, согласился. Вот я, значит, и так сделала. Погружила. Погружила. У нас в помещение. У нас в помещение они повалились. Моё вышло. Моё вышло. Люди-то живые есть в деревне. А где тут? А где тут? Так вот тут на реку госпитал есть какой-то там львовин скачает, что-то есть. Я говорю, ребятки, кто сможете ведёрки нести, хоть кашу нам дали, накормить раненых больной кашкой. Вот. Они мне и говорят, там взялись двое, ну пойдёмте. Вот разыскали это место, теперь дали нам каши. У кого есть котелок, у кого нет, поместили нас в школу. А на чердаке тетради, там книжки-то есть. И кто на листочке кашки, кто как кашки. Да. И вот так я их и накормила. На второй день, слава Богу, все приезжают. Я её обрадовалась. Я говорю, слава Тебе, Господи, все приезжают. Я теперь хоть буду, и наша кухня приехала. Вот. И всё начальство, и там рабочие какие есть. И вот я вот такая была. Вот. В 16 лет. Спасибо вам за историю. Теперь нам нужно вам позадать несколько вопросов. Скажите, было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Ощущение войны было надвигающейся? Ну как? Перед тем, как наступила война, было ощущение, что она сейчас, что-то сейчас будет? Нет. У нас там воинские части, где моя родина-то. А я в Орёл-то вышла замуж в 52-м году. В Орёл вышла замуж в 52-м году. И попала я вот в Орлежево с 52-м году. Уж я тут. Орловская не там. Скажите, а как вы узнали о начале войны? Ну как? Ну как? СМИ? Молотов? У нас воинские части. И солдат выводят на завтрак. А предателей-то хватало. И сообщают. Мол, солдат выводят на завтрак. Он вот он, летит. Смирять солдат. Да. Этих. Ой, военных. Ну что же делать? А мы прятаться. Какая была ваша реакция? Прятались? Прятались. По кустам, по лесам. У кого до этого в госпитале. А как в госпиталь-то я попалась, слава тебе, Господи. Я и целая осталась. Вот так все. Была молоденькая, худенькая девушка. И вот, ну как уж такая. Вот. Я осталась цела. А вот, вообще-то, одного только старшего лейтенанта убил. Я вот, по-моему, больше никого. Скажите, а что вы тогда думали о причинах войны? Ну как? Помогать надо раненым, больным. Вот и все мои были мысли. Вот. Да. Помогать раненым, больным. Да. А скажите, в каких сражениях вам пришлось принимать участие? Это как выразиться? Ну, какие сражения, где происходили? То есть, из больших сражений. Или вы, в основном, только в госпитале, то есть, раненых? Раненых. Которых вам привозили. Или именно тоже, ну... Фронт идет, и нам, я не знаю уже, какое там указание, кто давал, чтобы помогать этим раненым, больным. Подойдет к человечеку, миленький, молоденький, лежит. И мы с носилками идем, сразу ложим на носилки. Я, конечно, молоденькая, худенькая, в ногах носила, а мужчина, санитар, в голове несет. И вот так мы оказывали 4 года. Вот, с 41-го, 14-го сентября и до Берлина. Скажите, какая минута, день или события были самыми трудными, тяжелыми и опасными? Ну, как вам сказать? Были такие, вообще, то есть, такой определенный момент? Или, как вы рассказываете? Да, все 4 года все такое. Все 4 года такие. А какое событие запомнилось, как радостное? Ну, радостное, вот я сейчас вам расскажу. Это опять я же. Вот, в Берлине, ой, под Берлином. Тензит, рогнит, и мы в полсет, ой, не помню, какое место. Тут где-то записано, наверное. Вот, одна комната, другая комната. И вдруг мы спим. Вот так моя кровать. Вот так окно. Вот так лес. За лесом воинская часть. Я вот так проснулась в 4 утра. Господи, что-то кверху воинская часть стреляет. Я это собрала, шинель одела, ноги у горла, и побежала в другой подъезд, это уж в Германии. Грампулитр. Капитана старенький, все еще такой был. Я говорю, товарищ капитан, там воинская часть радостно стреляет. Нам моя война кончилась. Да. А он, меня молоденькую Лёле звали. Лёлечка, Лёлечка, Москву ловлю, ловлю Москву. Я и села. Половил Москву. Лёлечка, кончилась война. Иди делай подъем, кто дома. Да, я побежала. Вставайте, кончилась война, что ж вы спите. И вот я такая вот была. Вот. Теперь одна Ивановская. Вот в Иванове мы были на шисть, а 5 лет на встречу с губернатором я ездила. Нету ее. Ивановская была, Таня, подгорная никак. На предохранитель не поставила винтовку. У нас винтовки были, мы в Германии на посту стояли. Да. Вот. И выстрелила хорошо вверху, а не в человека. И вот этот капитан нас всех построил, кто мы там были, сколько там человек. Кончилась война, Москва сказала. Так что, говорит, стреляйте у кого сколько есть патронов. Мы как начали кверху стрелять, а тести патронов подстреляли. Вот. Ну что ж, раз война кончилась, и вот тут у меня запись. Значит, раненых, больных всех определили, в тыл увезли. А нас повезли в Ригу. Не помню, чем мы ехали. Автобусом или железной дорогой, что-то вот не помню. Наверное, автобусами, машинами своими, как и у нас телемашинами. Приехали в Ригу. Нас распределили в школе тоже. Вот. И там пункт был, этот пункт сразу определяет кому куда. И мы как вот в Риге сели, и до Балагоя ехали без всяких, без пересадок до дома. Прямо от Риги и до дома. Вот. Потом, ну что ж, приехала домой. Ночью, утром, пешком, тридцать, не как километров шла. Местность там я знаю. Вот. Местность знаю. Пришла пешком к этому, не помню куда. К маме и стучу. А кто там? Мама, да это я. Ой, она чуть в уморок не упала. Да. Ну что ж. А у старшей сестры и у средней уже были дети. И у нас с этими ребятками дома была. Вот. Ой, господи, воспоминания. Скажите, вот я вижу, у вас очень много наград. А за какие заслуги они? И какая из этих наград вам особенно дорого? Да особенно дорого за отличную санитарную службу. Да за боевые заслуги. Что бы я такая была. Вот находчивая в общем-то. Скажите, а с какими чувствами вы шли на войну и с какими возвращались? Именно чувствами. Ой, я с такими чувствами шла, что надо помочь раненым больным. Понятно. Да, с какими уважаемыми. Да. Что я помогла раненым больным. Да. Скажите, а что вы вообще знали о битве под Москвой? То есть осенью 41-го года? Что-нибудь знали во время войны? Войны, во время войны. Ой, ничего мы не знали. Мы только знали, что вот фронт идет, да помогать раненым больным, да и все. Вот и все, да. Скажите, каково было ваше отношение и ваших сослуживцев к личности Иосифа Сталина? Ну, какое на что вы отношение? Или что? Лично? Ваше, например. Ну, он был хороший руководитель. Вот. И все было, шло, как говорится, как по маслу. Я не знаю, как. Скажите, а верили вы в Бога до войны? Ну, 16 лет мне было еще. Я не помню, что я их там. Можно сказать, глухая была, да. Вот, да. Скажите, как удавалось не падать духом и поддерживать воинскую дисциплину? Ну, поддерживать воинскую дисциплину, я была дисциплинированная. Да. Вот. Когда в Германии мы были, вот, я решила самоумоленно один раз идти, перейду на друг друга в цветы. Любила цветы. И рву цветы, и вдруг в доме плачу. Ой, я говорю, ребенок плачет. Я не пошла одна, испугалась. Ну, не знай, кто там в доме. Вот. Не пошла. Побежала к старшине. Я говорю, старшина. Я вот решила, можно сказать, цветок нарвать. Люблю цветы. И там я говорю, я услышала плач. Понял? Вот. И мы с ним пошли. Заходим в коридор. Вот такой длинный коридор. Сюда комната, сюда комната. А он вот так. Вот скрыли эту дверь. Вот так, как мой паровнук больше. Ему вот семь лет. А тут на внешность так лет семь, тоже восемь и шесть. Худенький, голенький. Стоит, плачет. Господи. Мы его взяли, старшина взял его к себе. И в санпропускник. В санпропускнике мужчина выходил его. А я все время ходила, навещала. А потом прихожу, говорит, ой, он уже выздоровел, хорошенький стал. И его увезли в лагерь. Немченым же в лагерь, как его увезли. Он же вот хороший стал. И увезли его в лагерь. Вот я спасла вот мальчика. Скажите, каково было ваше отношение к немецким солдатам? Какими их вы видели? Воспринимали. О, вот как раз, когда под Берлином мы были, и наши ездили в Берлин, А к нам привезли немцев, больных, дизентерийных. Знаете, что такое болезнь? Понос. Дизентерия. И меня опять к ним дежурили. К ним, к немцам. Все поехали Берлин посмотреть, а меня дежурят к этим немцам. И я не попала в Берлин. И не была. Дежурила у этих немцев. А в том, когда война закончилась, куда там, что, как, не знаю. Вот под Берлином мы были уже. Скажите, а сталкивались ли вы со случаем дезертирства в воинских частях? Дезертир. Дезертирством я не сталкивалась. А вот один раз ночью дежурила и слышала, вот как сейчас мобильники, пи-пи-пи. А этот, значит, был нами предатель. Я сообщила, что, мол, где-то в палате что-то пикает. Ну, мое дело сообщить, да и все. А как там, что, я больше не знаю. Я вот такая бдительная была. Скажите, расскажите о бытовых трудностях на фронте вообще. Как вы их преддоволивали? В какое время года было труднее воевать? Почему? Ну, как вам сказать? Все четыре года для меня не было трудностей. Мне все легко было. Я не испытывала трудностей. Скажите, а как вы оценивали, допустим, технику, боевую технику наших войск и в соотношении с немецкими? Ну, как сказать. Немецкие только нас самолеты же бомбили, доставили. А больше я не видела никакой техники. Скажите, а была ли любовь у вас на фронте? Некогда было мне деньги. Нет, не было. Не было. Да еще молоденькая была и не занималась этими вещами. Скажите, а вот, допустим, известия от дома, из дома, когда, откуда вы писали дому, что общали родные на себе? Ну, писала живая-здорова, работаю, да и все. Ну, можно было писать, да, то есть письма доходили? Можно было. Доходили письма. Хорошо. Скажите, а вы были ранены? Ранена не была, а вот тут почему-то меня не слышит. Наверное, от этого. Да. Вау. Пряталась, сумела. Сумела прятаться. Скажите, где и как вы встречали День Победы 9 мая 1945 года? И что делали, и что чувствовали? Игна в этот день. Ну, под Берлином. Ну, да. Под Берлином, да. Вот Тильзин, Трагнит, вот это место. А скажите, какой фильм о войне, по вашему мнению, лучше всего передает атмосферу военных лет, отношения между людьми? Вот именно фильм, кинофильм. Ой, не могу сказать, какой фильм. Все фильмы о войне хорошие. Ну, во многих, правда, есть, да? Именно те же, то, что там... Да, все правильно, как показывает, все правильно. Все это так было. Скажите, а вот как вы думаете сейчас, почему началась война тогда? И как избежать угрозы войны для нашей страны в будущем? Что бы не происходило все то же самое, что происходило с 41-го по 45-й? Ну, как самое главное, быть бдительным человеком, как говорится, и трудолюбивым человеком. Ну, еще скажите, что вам еще хочется рассказать, добавить ко всему вышесказанному? И что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Ну, что молодежи можно пожелать, чтобы быть честными, трудолюбивыми, уважать стариков, уважать всех людей, быть уважительными. И что еще можно сказать? Что-то еще хотели бы добавить? Ко всему тому, что уже сказали. Я думаю, все сказала. Спасибо вам тогда большое, огромное. Спасибо.